Продолжение следует... 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 Каждый тип опухоли описывается на основе клинических особенностей, эпидемиологии, этиологии и патогенеза, что стало новым в новой классификации, на основе гистологии, диагностической молекулярной патологии, стадирования и прогноза заболеваний. Также включена информация о макроскопическом виде опухоли и цитологических особенностях, а также описаны основные и желательные диагностические критерии, что достаточно четко и структурировано может помочь патологу определить по типу опухоли. Есть четкие критерии, по которым доктор будет определять, к какому из специализированных по типу относится та или иная карцинома. Что особенно приятно патологу о том, что в последней классификации четко описаны критерии на тингемской системе, которая определяет степень гистологической злокачественности, поскольку в рядах патологов иногда случаются расхождения при определении тех или иных параметров опухоли. Теперь это четко прописано и поможет врачам в любых учреждениях достаточно корректно определять степень гистологической злокачественности, что будет воспроизводимо и повысит воспроизводимость в целом. Также описана оценка иммуногистохимических маркеров, эстрогенов, прогестеронов, HER2, КИШ-67, рецепторов андрогена, а также ПДЛ-1. Описаны критерии подходов оценки флюоресцентной гибридизации инситу, описана маршрутизация случаев, что делать, если у нас нет четкого цифр, которые нам смогут определить, опухоль это амплифицированно или не амплифицированно относительно HER2. Там есть ответы на вопросы. Также определение критериев суррогатных молекулярных подтипов, определение молекулярной классификации опухоли широко описано. Также роль опухоли инфильтрирующих лимфоцитов. А также достаточно большой раздел посвящен оценку регресса опухоли после надевантного лечения. Что касается опухоли молочной железы, именно карцином. Ранее были выделены большее количество специальных подтипов, из них которые были медулярная карцинома, карцинома с нейроэндокринной дифференцировкой. Сейчас эти виды карцином отнесены к общей большой группе неспецифицированных или неспецифических карцином молочной железы. Такой подход связан с тем, что данные карциномы редкие, они плохо воспроизводимы, и прогноз у них будет такой же, как у инвазивных неспецифицированных карцином. Таким образом, они были отнесены к одной большой группе и в настоящий момент не выделяются как отдельные. Также есть новые специфические подтипы, которые относятся к специфическим подтипам. Например, это муцинозная цистоденокарцинома, которая имеет свои определенные критерии. Что характерно для нее, она формирует, это та же муцинозная карцинома, только формирует кисту. Ранее она не была выделена. Также из редких подтипов опухоли выделена высококлеточная карцинома, так называемая талселокарцинома, которая крайне редка, однако имеет собственную отличную другую гистологическую картину и хороший прогноз. Кроме того, нейроэндокринные опухоли молочной железы теперь классифицируются под тем же подходом, как и опухоли желудочно-кишечного тракта. Они подраспределяются нейроэндокринной опухоли и нейроэндокринной карциномы. Что касается корреляции лучевой и морфологической картины. Безусловно, классическим критерием наличия рака молочной железы – это наличие образования или так называемых опухолевой массы на методах визуализации. Однако такая ситуация далеко не всегда возможна. Бывает опухоли либо совершенно не видна, либо видна в виде нарушения архитектоники органа или только при наличии микрокальцинатов. Рассмотрим несколько случаев из практики. Это женщина 46 лет. На маммограмме в верхненаружном квадранте определяется гиперденсное узловое образование. По данным МРТ, четко очерченный узел с гетерогенным накоплением контрастного вещества, в отличие от маммограммы. При гистологическом исследовании мы видим четко очерченный опухолевый узел, который представлен инвазивно-неспецифицированной карциномой в умеренной степени злокачественности. Мы видим, что макроскопически было видно, что опухоль четко очерчена. И на микроскопическом уровне мы видим четкие границы опухоли. Случай номер 2. Женщине 42 года на маммограммах на фоне плотного фона выявляются единичные микрокальцинаты. На УЗИ в данной проекции определяется участок нарушения архитектоники органа с единичными локусами кровотока и жесткими участками в структуре. На маммограмме же выявлено гиперваскулярное образование. После резекции в ткани молочной железы обнаружен четкий достаточно узел, который представлен неспецифицированной карциномой Грейт-1, у которого более плотная коллагеновая строма опухоли и видны большое количество сосудов, что подтверждалось на методах лучевой диагностики. Другой случай – это женщине 43 года на маммограммах ткани молочных желез представлено развитым фрегулондулярным компонентом, расположенным по всему объему ткани железы. Структурный рисунок достаточно симметричен в обеих железах, диффузно-однородный за счет наслаивающихся друг на друга уплотненных железистых долек и хаотичной тяжистости. Узлового образования на фоне развитой железистой ткани не обнаружилось по классифицированным данным случаям как категория Байратс-2. Была выполнена трепанбиопсия, подтверждена карцинома молочной железы, верифицирована. И уже на операционном материале мы видим отсутствие четкого узла в ткани железы. Микроскопически мы не видим изменений четкой границы. Однако при микроскопическом исследовании карцинома обнаружена, мы видим, что опухоль не имеет четкой плотной стромы, и опухолевые клетки достаточно мелкие. Они всего лишь в полтора раза больше нормальных структур молочной железы. Поэтому в резюме я хочу сказать, что, безусловно, диагностика молочной железы лучевыми методами очень трудоемкий и сложный процесс, потому что морфологу намного легче увидеть мы не во тьме. Мы смотрим в микроскоп, светлое поле, и нам видно отличные от нормы структуры. Однако же я очень поражаюсь работе наших коллег, которые видят то, что иногда видеть, наверное, глазу невозможно нам. А наши доктора среди этих света и тени могут найти ту патологию, которую вовремя можно подвергнуть терапии. Поэтому спасибо за внимание.